День в день, час в час, минута в минуту. Радиоболтком. Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте, вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос. У меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Всем доброе утро. Начинается программа «Добро пожаловаться». Как обычно по понедельникам с нами на прямой связи эксперт. Это эксперт, которые будут отвечать на ваши вопросы. Сразу скажу, что вопросы можно задавать, дозвонившись к нам в прямой эфир. Телефоны не изменились. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. И можно писать. Писать на WhatsApp, присылать ваше сообщение 2-3-0-6-1-9-1. 2-3-0-6-1-9-1. Так вот, уважаемые эксперты, будут отвечать на ваши вопросы и какие-то, может быть, пояснять неясности. И председатель правления товарищества «Центр консультации собственников квартиры», председатель кооператива «БАК-2» Сергей Сидорко с нами на прямой связи. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро. Доброе утро. И также эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и РНП Айвр Гонтарев. Здравствуйте, Айвр. Доброе. Доброе утро. Мне кажется, вот мы, по-моему, не успели. В прошлый раз пришло сообщение, вот я вижу, что делать жителям, которые получили, а, вот по 600, по 1000 евро долга от земельных баронов. Долг с 2007 года, где искать защиты от произвола. Спрашивал нас слушатель. Вот что можно ему ответить? Приходят счета, там, долг с 2007 года и за землю, на которой, очевидно, стоит многоэтажный дом. И люди переживают, чтобы дополнительно ко всем другим счетам еще и вот такие вот подарки. Боюсь, что вынужден буду сказать, что должны платить. Весь вопрос, за какой период. Вот за какой период, наверное, Айвр, точнее скажет. Ну, я бы посоветовал все же детально изучить ситуацию вновь свете, вновь принятых законов, в том числе, так как в законе уже отрегулировано, что, ну, Элгомс как будет по-русски, что эти долги, они не тянутся дальше, как в три года. Просто нужно детально рассмотреть именно вашу ситуацию. В свое время уже, по-моему, года три-четыре точно, может быть, даже больше, специально есть созданное товарищество «Народ против земельных баронов». Вы можете просто в гугле ее найти. И там руководители, они публично знакомые люди, которые вот именно встали против вот всего, всей этой ситуации. Я думаю, стоит тогда с ним связаться и посмотреть именно вашу ситуацию, так как они уже проходили, если это земли, связанные с землевладельцем Нормандом Шлыктом, тогда они, скажем так, уже проходили все эти ситуации, и они вам сразу смогут сказать, что вот по такому-то адресу общепринятое решение, например, вот такое. Потому что там в правлении есть адвокаты, опытные юристы, которые именно специализировались по этим земляным вопросам. А как противостояние тому напору от землевладельцев, ну, именно от господина Шлыкта? Еще? Да. Я просто переведу. Но, Элгунс, это срок давности. То есть по коммерческим отношениям, а сейчас эти отношения аренды земли признаны коммерческими, требовать можно долги за последние три года, за исключением тех случаев, когда эти долги были предъявлены раньше, и ежегодно там обновлялось напоминание и так далее. То есть именно на это надо обращать внимание. Но, в принципе, если ваш дом стоит на земле хозяина, то вам надо готовиться к тому, что что-то платить надо. В том числе и, независимо от того, были судебные решения, не были договора, не были платить что-то. Ну, что вот Айвер подсказал? Ну, то есть можно эту сумму, в принципе, постараться с помощью юриста уменьшить. Надо изучить вопрос, можно и сократить. Если все было удачно в вашу сторону, то можно и сократить. Существует. Ну, на А0, наверное, скорее всего, не удастся все это уйти. Нужно тоже понимать. Но детально рассмотреть, с чего состоят эти позиции, стоит. Потому что действия обычно, скажем так, то, что наблюдалось со стороны землевладельцев, они обычно действуют таким образом по, скажем, по какому-то алгоритму уже известному, что выставляют все, что хотелось бы, а потом приходят к реальности. Но чтобы прийти к реальности, там нужна квалифицированная помощь, чтобы понять и разучить вопрос досконально. Еще раз, я вот советовал бы поступить таким образом, потому что люди там опытные, именно заточены под эти вопросы. И множество адресов им уже известно. Еще один пришел, значит, вопрос. Как раз его отправили на номер WhatsApp, 2306191. Доброе утро. У части жильцов нашего многоквартирного дома есть желание создать бедрему. При этом остаться под управлением нынешней домоуправляющей компании, в нашем случае это РНП. Какие плюсы и минусы у такого решения? Спасибо. Плюсы очевидны. Если вы хотите полноправно быть полноправными хозяевами дома и принимать решения самостоятельно, то нужно создавать бедрему и наделять ее такими полномочиями. Это улучшает ситуацию не только в сторону вас, но и в сторону РНП. Им проще говорить с одним человеком, который представляет весь дом и который категорически может сказать «да», «нет», «будем», «не будем» и так далее. Поэтому я считаю, что эту управленческую ситуацию только улучшит и, скорее всего, улучшит состояние вообще дела в вашем доме. Ничего другого я не скажу. Просто нужно понимать четко, зачем, какова цель создания беды. Вы не прошу не забывайте, что кроме очевидных плюсов, в определенных случаях создание беды ведет к материальным затратам. В первую очередь это бухгалтерия, затраты на бухгалтерию беды, отдельно от всех остальных бухгалтерских задач. И плюс, наверное, какое-то содержание на правлении и так далее. С этим надо считаться. Но, в принципе, решение здравое вполне, я бы поприветствовал. А если говорить про бухгалтерию, здесь необходимо нанимать бухгалтера со стороны или каким это образом может быть решена проблема? Все зависит от того, будут ли идти какие-то финансовые потоки через счета беды, будут ли счета беды покрыты, будут ли идти финансовые потоки. Ну, естественно, что он сейчас по всем законам должен заниматься этими вопросами профессиональный бухгалтер. То есть на основании, будет ли он это делать бесплатно или будет делать за вознаграждение, это уже внутренний вопрос. Это должен быть профессиональный бухгалтер. И, тем не менее, он должен быть и надеяться на то, что все будет идти бесплатно, я бы не согласен. Это ненадолго. А каким образом тогда собираются деньги на вот эти все расходы? Они как добровольные взносы, какие-то обязательные взносы? Это делается через управляющую компанию, которая включает эту сумму в свой счет? Или на собрание все скидываются? Собрание решает, как может поручить дополнительную услугу в управляющей компании, собирать определенную сумму и перечислять на счеты. Это должно решить собрание. Сколько и как, и таким образом перечислять. Конечно, не идет речь о том, чтобы собирать наличные, не спеклась кому-то в карман. Это вещь, я думаю, что можно принять любое решение, которое всех устраивает, реализовывать. Либо сама Бедриба выписывает эти счета, либо это членские взносы, либо это, скажем, поручение управляющей компании. Не имеет особого значения. Важно принять решение. Насколько это может быть большими расходами? Учитывая, что, например, я понимаю, что работа бухгалтера – это вряд ли будет там прямо целая ставка. И, в принципе, наверняка есть бухгалтера, которые могут вести просто дела, там, ряда таких вот бедри, например, там, ну, я не буду фантазировать, какое количество, но это не будет занимать большого времени и за какую-то такую символическую сумму. Но вот, в принципе, во что может вылиться, ну, примерно хотя бы, там, это 10-20 евро в месяц или там 5 евро? Ну, евро, точнее, скажем. Знаю. Ну, сама регистрация, когда около 30 евро, если там ничего не поменялось в реестре, то второе, потом то, что вот правильно Сергей сказал, если что-то производится через счета бедри, да, то есть годовой отчет так и так придется сдавать. Да, вопрос, что его можно сдавать по нулям, это кто-то с каким-то финансиальным образованием может взять бланки, там они есть, и их заполнить по нулям, да, везде нули поставить. Но так годовой отчет бедри бы в среднем обходится где-то в 150 евро. Да, это то, что вот частные богоцера предлагают на рынке. Но сама идея бедри, она хороша, если вы активны, дом активный, и лидеры дома точно знают, что делать, что хотят, и могут обеспечить необходимое решение. Да, сама бедри бы нужно принимать не панацея. Если дом пассивный, то даже те активисты, которые вот сейчас создадут бедри, напомню, что это возможно всего лишь придя двум жителям из дома, и можно вот начинать регистрировать бедри. Но сама по себе она ничего не даст, если не будет четкого понятия, что хочет большинство владельцев квартир, и что они готовы за это голосовать. И вот лидеров, которые могут объединить все эти желания и понимания. Так что вот второй важный аспект. Потом уже под кем они остаются, под РНП они остаются. Не выбирать кого другого, это второстепенно. Потому что это всего лишь та компания, которая будет дальше дальним предоставлять необходимые услуги. Но как бы мозг сам и руки, те, которые будут собрать эти росписи, это все же останется в самим доме и в самих лидерах этой бедри. Потому что вот именно у них будет ключевая роль в дальнейшем обслуживании дома. Я бы еще раз напомнил радиослушателям о том, что бедри не какая-то институция, которая там что-то совершает, а это на самом деле инструмент. Инструмент, который очень важен и очень нужен в двух случаях, это точно. Это если вы хотите прибегать к внешнему финансированию или грант. То есть, если вы хотите получать деньги ЕС или деньги самоуправления на реновацию, ремонт, то нужно иметь такое юридическое лицо, через которое пойдут деньги. Второй инструмент, это если вы хотите часть своих денег, допустим, накопительный фонд выпускать через свои счета. Больше я бы сказал так, что практически я не вижу смысла в бедри, тогда все остальные вопросы можно решить через полномоченное лицо. Но если вы хотите прибегать к финансовым инструментам, займам, кредитам и финансированию, то это обязательно. Телефоны в нашей студии 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Начинаем принимать звонки. Здравствуйте. Доброе утро. Будьте... Поясните, пожалуйста, еще один вопрос по бедребе. Допустим, в нашем доме два человека зарегистрировали эту бедребу на себя. То есть, только два человека. А что это влечет для остальных соседей? При том, что многие вообще даже и не подозревают об этом. Это автоматическое расширение этой бедребы или как? Спасибо. Здесь надо понимать самое главное, что бедреба не заменяет собой собрание собственников квартир. Первичное собрание собственников квартир. И, скажем так, если у вас там 60 квартир, то в любой комбинации любые два собственника квартиры могут создать бедребу. Там может быть громадное количество бедреб созданное. Ни одно из них не получит никаких функций по управлению вашего дома до тех пор, пока собрание собственников квартир, определенным большинством количества голосов, не решит, что эта бедреба будет управлять нашим домом. Первое. Второе. Какие полномочия у управления или какое мандат на управление выдается этой бедребе. До этого это будет просто юридическое лицо, которое зарегистрировано с блокой целью. Но чтобы начать реализовывать эти цели, должно быть пройти решение собственных. То есть собрание либо опрос, где четко изложено, что доверяем, поручаем бедребу и XXL вести такие-то функции, реализовывать такие-то функции по выполнению нашего дома и даем доверенность и поручение на то, чтобы она от нашего имени решала такие-таки и такие вопросы. Только при наличии такого решения, принятого большинством голосов, а по полномочиям, по-моему, даже за ответы должны проголосовать, только в этом случае это бедребе становится чем-то важным для дома. В остальных случаях это просто бедребе, общественная организация. У меня сразу вопрос, должны ли тогда вступать жильцы этого многоквартирного дома в бедребу или достаточно передать полномочия? Они имеют право вступать. Никто не имеет права ограничивать права собственников квартир вступать в члены бедребы, которые управляют вашим домом. Этого ограничения нет. А будут они вступать? Не будут, потому что все зависит, скорее всего, от полномочий. В любом случае, закон предусматривает, что ряд вопросов, которые не оговорены специальными доверенностями, решать должны все равно собственные квартиры. Бедреба все-таки, она в основном не решающая, а обслуживающая организация, скажем так. Вот, я наконец-то нашел вопрос, который остался у нас с прошлой недели. Вы просто человек продублировал. Чем отличается ситуация с обслуживанием домов в Латвии с ситуацией в Литве, Эстонии, Польше и Белоруссии? Вот, как раз, я помню, что мы в прошлый раз зачитали этот вопрос, но так и не успели на него ответить. Я боюсь, что я смогу вам сказать про ИАВР, точно про Эстонию и Литву, про Белоруссию сложно. Ну и Дальше и Польша тоже сложно. Я не знакомился с их опытом, но могу сказать про основные отличия. Первое, что мы должны отличать, это то, что ни в одной, ни во второй соседней стране не было в институции земли, соответственно, не было смешанной собственности. Дальше, если мы говорим о Литве, то Литва и не передавала в собственность никакой земли, то есть дома стоят на земле самоуправления. Это как-то регулирует. И сейчас там, ну я знаю по примеру Вильнюса, сейчас Вильнюс, Вильнюсское самоуправление до сих пор несет обязанность уборки внешних территорий, поскольку это их собственность. И они сейчас стремятся заключить договора с домами или с товариществами о том, что при определенных условиях эти товарищества берут на себя обязательства, они получают землю в пользование, и поэтому они берут на себя обязательство ухаживать за этой землей, то есть снять эту нагрузку с домов управления. Дальше еще одно такое принципиальное отличие литовцев, это то, что у них коммунальные услуги, такие как тепло, вода и прочее, они отделены от услуг по обслуживанию дома. То есть там существует система прямых договоров, допустим, в том же Вильнюс, между водоканалом и Кореей, отдельными жильцами минуя домов управления, то же самое в поставке тепла, что существенно меняет отношения. Если мы говорим про Эстонию, то там вообще очень сильно изменено законодательство по отношению к нам. Во-первых, там давно принят закон о том, что каждый дом является юридическим лицом, то есть автоматически это бедриба, и она зарегистрирована в регистре предприятий эстонцев, эстонском, это первый вопрос. Второй вопрос о том, что если дом не создал эту бедрибу протокол, было создано в порядке регистрации, государство просто произвело регистрацию по адресу, каждый дом это бедриба, почти с названием соответствующим ее адресом, то единственным членом правления, единственным членом является действующая управляющая организация. И еще одно такое, если не углубляться сильно, очень мощное решение законодателей, что решения принимаются в доме теми, кто пришел на собрание. Пришло три человека, они большинством голосов принимают все решения, касающиеся повестки дня дома. Это нужно учитывать. И это фактически, я бы сказал так, эстонское законодательство все-таки пришло к тому, что есть на самом деле в жизни. Потому что никаких нарушений и деформаций у них не появилось из-за этого решения. Если пришедшие на собрание принимали какое-то не устраивающее большинство решений, то очень быстро созывалось повторное собрание, которое меняло решение. Поэтому никакой опасности нет. Но эстонцы считают так, что раз решение принято малым количеством голосов, значит остальные допускают такую ситуацию и доверяют тем, кто пришел на собрание. У литовцев немножко другая ситуация, но тоже близка к нашей. Скажем, там все-таки собрание требуется, большинство голосов требуется. Хотя у них очень сильные, и в одной, и в второй стране есть очень сильные ассоциации собственных законодательств. Это я могу сразу сказать. И они очень сильно действуют. И это чувствуется по законодательству, по отношению. Я не выдаюсь в детали. Там еще масса деталей всяких, которые создают отличия. Но принципиально отличия, если вот те, что я сказал. Может, Айван добавил что-то? Ну, со всех моделей, которые мы видели по миру, эстонская система, вообще как она выстроена по управлению в этой сфере, она кажется самой симпатичной. И той, с которой мы много раз брали пример, ставили министерством при разработке всякого рода законов. Они как-то, ну, отрасли, они на лет 7-8, то есть 10, они вперед нас. То есть, ну, все спокойно, продумано давным-давно и так далее. И, конечно, в этих странах, ни в Литве, ни в Вильнюсе, ни в Таллине нет такого архаизма, как РМП. Ну, к сожалению. Почему это архаизм? Потому что такого рода объем компаний, которые являются самой большой Балтией, это касается любой отрасли. Если в любой отрасли, в балтийских странах есть какая-то компания, которая занимает 90-80% рынка, оно душит рынок и не позволяет рынку развиваться по саму по себе. Конечно, процесс происходит. Около больше 100-150 уже, по-моему, домов в год уходит от РМП. Но все же это политическое решение чиновников. Что они делают? Они позволяют как-то самому рынку работать по себе и играют потом на каких-то деформациях о том, что происходит. Или же, как эстонские, они идут вперед, они смотрят, как правильно было бы, исходя из этого, принимают свои политические решения. У них ни в один момент не было такой вот ситуации, что там была какая-то огромная государственная лесоплевническая компания, которая бы каким-то образом что-то вот такое бы делала в рынке. Из-за этого все, я думаю, множество непонятных ситуаций, которые сейчас мы имеем. Потому что никто толком не думал про эту отрасль как самостоятельную. Да, они где-то там посередине между жильцов, между самоправлением, между поставщиками коммунальных услуг. А как отрасль как такая? Ну, честно, долгое время оставляли просто на потом. Важнее были банковские ипотеки, важнее были интересы коммунальных поставщиков. Мы же чувствовали, как те люди, которые в отрасли, которые ходили в Сэйм, рассказывали. И когда ты видишь чиновников, которые там сидят 15 лет, и он вообще ничего не понимает от коммунальной среды, ну, это в разговоре открывается, да, как все работает. У вас же проблем нет. Последние, вот последние мои, где-то года два с половиной я был в Сэйме, защищал как раз-таки законопроект о том, что коммунальным поставщикам нужно первую руку на взыске. У вас же проблем нет в отрасли. В вашей отрасли вообще проблем нет. Все долги взыскиваются, у вас все хорошо. Я когда это услышал от чиновника, если это министр, я просто говорю, где вы живете? Так когда те люди, которые живут в многоэтажных домах, они знают, они получают эти извещения, страшные письма перед каждым сезоном отопления о том, что вот если не будет покрыт долг всем домом, тогда не будут дома подключены. А тут, оказывается, в вашей отрасли вообще нет проблем. У нас между тем звонок, очень долго человек дозванивался. Здравствуйте. Доброе утро. Я хотела бы спросить господина Сидорко. Я получила счет, и там такая новая строчка. Зэмэс лэтошэнас макса. Ну, 45 центов. Это соответствует закону от Латвийской республики 1937 года цивиллыкума евода мантуюма тесибу он лету тесибу спека. Что это такое? Зэмэс лэтошэнас макса. Была зэмэс нома макса. Это понятно. А вот теперь они же идет строчка. Зэмэс лэтошэнас макса. И на основании чего? Вот закон 1937 года цивиллыкума. Это что такое? Эта строчка выписана сейчас с нового закона. Просто в новом законе она называется не как нома с макса, а как лэтошэнас макса. Из этого, скорее всего, это что такое? Но у меня две строчки. Зэмэс нома с макса. Одна. Сумма евро 10. А ниже идет. Зэмэс лэтошэнас макса. И сноска я прочитала мелкими буквами. Вот это закон 1937 год цивиллыкума, евода и так далее. Что это такое? То есть у вас берется по двум строчкам? Или там просто как-то серии технологии? У меня берется по двум строчкам. Значит так. Строчка. Зэмэс нома с макса. Там примерно евро 10, да. И следующая идет строчка. Последняя в счете. Зэмэс лэтошэнас макса. На что я обратила внимание. Думаю, что такое. Там сносочка есть. И там написано. На основании чего это берется? Закон какой-то 1937 года. Боже мой. Да, это гражданский закон. А сколько там сумма у вас стоит в счете? 0,45 копеек. 0,45 копеек. Посмотрите, пожалуйста, где срочка, период, за который это берется. Там не так, что зэмэс нома с макса за 12 месяц прошлого года. Нет, нет, нет. Она почему-то появилась в январе. До этого в 21 году не было. Просто есть сноска. На основании чего берется эта сумма. И все. Вот я это все выписала. И вот вам читаю. Там этот мантуема, тесибу, он лету, тесибу спека, сташанас, лауку, он пенерошанас карты буномай. Что это такое? Это сноска на закон, который сейчас поменялся. Из-за этого они так пишут. А что там с 1937 годом? Это гражданский закон. Это просто из-за этого они так написали. Я понимаю, что это закон, которому 85 лет. А что нельзя в 1201 год закон так, например, от епископа Альберта? Знаете, трудно комментировать документ, которым автором мы не являемся. Но можно, если у вас есть возможность... А кто автор? Ну, РМП, наверное. Вот вы понимаете. Я бы еще обратила внимание, потому что как-то юрист выступал, она тоже обратила внимание на вот эту вот новую сумму. Маленькая, самая последняя, незаметная. Вот. Люди же основной читают. Тепло, квадратура, вода и прочее. А это самый конец. Сноска есть. Я могу просто посоветовать, если у вас есть возможность, вот на WhatsApp в радио скинуть, и тогда Олег просто нам перешлет, и мы толком можем разобраться именно по вашему счету. Если у вас есть такая возможность, или у вас, или у соседей. У меня такой возможности нет. Я все со счета списала, с ножки списала, звоню по обыкновенному телефону, вам докладываю. Ну, ладно, может быть... Какой адрес у вас? Ну, я поняла. В общем, знаете, что есть и такие чудеса. Скажите адрес дома. Это Александра Беза, не 9. Постараемся тогда выяснить. Уточните, что они там нарисовали. Попытаюсь найти кого-то из знакомых в этом доме, чтобы мне показали счет, тогда, может быть, смогу откомментировать. Не видя счет, трудно что-то прокомментировать. Да, пока. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Телефоны 67212-93-9, 67213-93-9. И еще один. Успеваем принять звонок. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. У меня вопрос к господину Неседорко, а его соседу, бывшему работнику РНП. Скажите, пожалуйста, это при вашей службе, при нашей, это дом был то 16. В нашем доме за все это время, за 46 лет жизни этого дома сделано только косметический ремонт. Одиннажды, это было 16 лет тому назад. И то за время косметического ремонта не удосужились поставить ленты на перила. Мы обьем руки на металлы. Я сколько раз обращался в домоуправление к Высоцкому. Все, вот нет возможности, не поставили отговорки. И потом, мы накопили уже столько денег, что, наверное, хватило бы на построение нового дома. А вот нам все время присылают счета на предстоящие ремонты. За все это время, за предстоящие ремонты, были поменены двери, входные двери. И тоже два подъезда за свой счет сделали. Двери в подвалы были. И окна поменены. За эти 16 лет и больше по времени. А в отношении того, что собираются деньги, а делается мало, наш дом как прокаженный, мы живем, ничего не делается, ничего не видим. Дворник бедный упирается, тут что-то делает. Но что касается домоуправления, мной только собираются деньги. И создается мнение, куда же наши деньги уходят. Пожалуйста, будьте добры и ответьте на эти вопросы. Спасибо. Если у дома денег собирается и они есть, тогда остается вам принять решение, что вы сами хотите. Потому что это ваш дом, это ваши деньги, и вы должны принимать решение. Никто другой, кроме вас. Нет такого дядечка на белом коне, который придет и скажет, по-моему, вашему дому нужно сделать это или так. Кто-то домоуправления должна обращать ваше внимание на те слабые места домов, представлять вам план по управлению, что они видят. Но в вопросе все, что делать, как делать и так далее, это принимаете жильцами. Тут есть, в принципе, два варианта ситуации. Или вы принимаете решение, или за вас кто-то принимает решение. Решение ничего не делать, это тоже за вас кто-то принял. Поймите. И пока вы не будете принимать решение, что вы хотите, что вы требуете от дому права, вы всегда будете в такой ситуации, ну как, у вас же деньги есть, но вы ничего не делаете. Ну, а вы как владельцы, какое решение вы приняли, что вы хотите. Вы хотите восстанавливать ваш дом, вы хотите планово его восстановить до какой-то стадии, да, там, что вы хотите, скажите, что вы хотите, соберитесь и скажите. То есть это общее собрание должно быть, общее собрание жильцов. Да, решение, решение, или опросом, путем опроса, или общее решение, собрание общего, вот, собрание, да, когда народ конкретно говорит, мы хотим это, и мы хотим так. Пока места этого нет, кто-то за вас решает. Еще раз, и это, может быть, это глава РНП, может быть, это члены совета, там, или же, там, по участку, по-вашему, от ответственных, кто-то, но не вы. И этот кто-то может принять решение, и в том числе в вашем доме ничего не делать, если вы не говорите обратное, что мы хотим, нам надо, мы требуем. Да, вот в чем различие. У нас, между тем, еще один звонок. Здравствуйте. Господин Гундарев, а кому мы деньги платим? Мы себе их забираем или отдаем домоуправлению? Что вы мне сказки рассказываете? Ну, и тут я скажу за господина Гондарева. Вам сказки никто не рассказывает. В каждом домоуправлении, независимо от того, это какое-то супер-купер-частное или это РНП, учет по дому ведется отдельно. И сколько денег заплатили вы на ремонтные нужды, и сколько числится за вашим домом неиспользованных денег, обычно, если этого учета нет, то это уголовное преступление. Так что этот учет ведется, тем более в РНП. Еще я хотел бы сказать только одно, привести вещь от того, что очень часто слышу, ничего не делается. Когда говорят, ничего не делается, бывают два варианта. Действительно не делается, или я не видел, не слышал и не хочу слышать. Это тоже бывает очень часто. Когда говорит, что у тебя поменяли полностью все в подвале, он говорит, а я не видел. Поэтому ничего не делается. А сделан только косметический ремонт. Ну, я приветствую всех, кто сейчас в нашей ситуации занимается не энергосбережением, а ремонтом косметическим. Это, конечно, очень важный момент, особенно сегодня. Но, в принципе, я бы хотел сказать так. Будьте, пожалуйста, более детальны. Если вы говорите, что вы платите деньги, вы должны знать, сколько вы заплатили, сколько у вас накоплено. У вас, тем более, есть допуск у домашней страницы РНП, там все это разложено. И написано, сколько у вас есть накоплений на вашем доме и куда они уходили. Это тоже там есть. Посмотрите туда. Потом мы согласимся и обсудим с вами ситуацию. Да, добрый день. Пожалуйста, еще, наверное, уже последний звонок. Здравствуйте. Мне вот хотелось бы узнать такой вопрос. Вот последний ваш товарищ, фамилию все время, Сергей Сидорко. Да. У него дома утепленные. Интересно, вот сколько сейчас люди платят за отопление там и сколько, вот скажем, сейчас в девятиэтажках, в девятиэтажках люди в пурчике и в плявниках платят? Потому что цены такие звериные пришли, что у людей просто волосы дыбом стали. Спасибо. Я могу сказать, что пятиэтажки, которые полностью утеплены, модернизирована система отопления, платят порядка 80, от 80 до 90 центов. Это за декабрь еще. С квадратного метра. Не утепленные, евро 50, евро 70. Высотные дома чуть-чуть подороже, где-то утепленные здания 12-этажки у меня есть, тоже с модернизированной системой отопления. Ну, где-то евро, евро 10 и евро 80, евро 90 – это те, которые не утепленные. Примерно такое совершено. Так оно и прогнозировалось по всем расчетам 45-50 процентов экономии тепла. Ну, то есть сейчас пожинают, в общем-то, плоды этих ремонтов и реноваций. Я бы сказал так, у меня в кооперативе в основном они пожинают сейчас плюсы, потому что из 11 домов 9 закончили платить кредит, так что они в полном шоколаде сейчас, по сравнению с остальными. Ну, вот, кстати, наверное, мы уже не успеем затронуть этот вопрос, но можем поговорить о том, насколько вот проблемы реновации, получение европейских денег сейчас доступны для жителей нашего города. А я благодарю наших экспертов. Я смотрю, что время уже закончилось. Председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айвер Гонтарев, отвечали на ваши вопросы. Спасибо большое. До следующего понедельника. Хорошего дня. До свидания. Всего доброго.